Одно из мест, которые вошли в обязательную к посещению программу, смотровая площадка в МГУ имени Огарёва. Кроме того, дети побывали на крупнейших промышленных предприятиях и туристических объектах региона. На протяжении всей поездки гостей сопровождают волонтёры, что позволяет ребятам не только наладить взаимодействие, но и обменяться опытом. Очень здорово, что такая максимальная вовлечённость общения наших школьников, школьников из регионов, которые приехали, в том числе и наших волонтёров, позволяет осуществить такой некий обмен опытом. В том числе мы смотрим, как мы можем с точки зрения Министерства спорта и молодёжной политики быть полезными для ребят, в том числе и в реализации их проектов. И вот такой симбиоз полезной положительной энергии позволяет нам сегодня посмотреть на реализацию многих, в том числе, проектов под таким очень интересным и творческим углом, скажем так. Сразу после МГУ имени Огарёва ребят ждал музей имени Эрзи – место, где собраны уникальные работы великого скульптора. Студенты и школьники смогли насладиться его творчеством и стать ближе к искусству русского родена. Рекомендация к посещению музея в рамках туристического маршрута определена верно, ведь это один из основных объектов культурного наследия всего региона. Он оставил большой вклад в культуре нашего региона, нашей республики, поэтому это очень знаковое место и всех туристов и жителей региона мы приглашаем обязательно посетить его. В течение всех трёх дней у ребят была насыщенная программа и интересные экскурсии. Они не только узнали больше о регионе 13, но и насладились его самобытным колоритом. Анастасия Цлигина, Валерия Новикова, Владимир Надькин, Станислав Сёмин. Народные новости.